Не знаю, вы обращаете на это внимание или нет, что граждане Беларуси или граждане России, в принципе, ограничены в том, куда они могут подавать прошения и так далее и тому подобное. И это очень опасная тенденция, потому что на самом деле получается, что если мы все, ну, как называется, локализируем, да, все, что происходит здесь, все это ограничиваем, то, в принципе, те, кто живут в стране, они не имеют никаких возможностей, да, иногда влиять на то, что здесь происходит, особенно апеллируя именно к правам человека, да, потому что есть Европейский суд по правам человека и так далее, вы знаете, что, в общем-то, даже такая проблема, как смертная казнь, да, вы знаете, что иногда беларусы подавали прошение об отмене смертной казни и ее отменяли под давлением, в том числе, международных структур, было буквально несколько случаев, вот, но последний эпизод с делом Коновалова и Балева показал, что, в общем-то, как бы это не работает. Ну, я думаю, в лекции достаточно было сказано о том, как менялась даже историческая ситуация, наверное, да, то есть, вот, мигранты начала 20-го века и внутренние мигранты сегодня в государствах, но при этом, вот, как историками просто интересно, потому что как раз после того, как Европейский Союз стал, и вообще в Европе стали говорить о правах человека, институционализировать права человека, то даже сейчас мигранты в европейских странах имеют больше прав, чем, как раз основываясь на вот этом, на правах человека, чем те мигранты начала 20-го века, то есть ситуация все-таки немножко поменялась и на самом деле это очень важный процесс, вот, и в Беларуси, кстати, тоже, обратите внимание, люди могут не иметь гражданства белорусского, да, но при этом они как бы функционируют определенным образом, и это, в общем-то, тоже довольно интересный феномен, и феномен определенной Европы в этом смысле тоже интересен. Пожалуйста, у кого какие вопросы? У меня есть слово на обложении того, что вы говорите, вот, если Ольга говорила, примеры первой королевы войны, то я бы хотел привести пример сегодняшнего дня, это Евросоюз и в частности Латвия две введены паспортных гражданин. И, насколько я знаю, условия получения паспорта Латыша – это признание России времен Советского Союза как воевателя. То бишь, кто отказывается, там, он отказывается в гражданстве, и они не заводят в запаспортных гражданин. Вы такое вывод делаете? Ну, то, что это актуально на сегодняшний день, и даже в Европейском Союзе, который, например, камень за права человека. Не, ну, вообще вопрос, конечно, о гражданстве. Эти исследователи, да, там, современные, самые разные, да, европейские, американские, которые размышляют о правах человека, они действительно акцент в основном делают на мигрантах, да, и в правах. Но, на мой взгляд, ну, я просто не затрагивала эту замену, потому что, мне кажется, у нас изнутри нашего контекста есть что обсудить, да, и обращалась к этому, а Гамбин как раз считает, что мы параллели можем проводить, да, что, возможно, эта ситуация чрезвычайного положения, в смысле, не сталкиваемся, когда право становится, подчиняется, да, какой-то другой идее, вот, и могут ли права человека, притязания на права человека изменить эту ситуацию? То есть, мне кажется, что могут, но права человека действительно должны стать, ну, такой, получить более широкую интерпретацию, да, То есть, Ханна Аринг пыталась этими текстами показать, что это связано с переосмыслением человека, да, что человек это вот такое деятельное существо, не будет прав человека, человек лишится этого источника к действию, да, у нее была идея, что вот как-то продумать, насколько действительно коррелируют такие вещи, как там понимание существа человека с притязанием на права, вот, Ханна Аринг к этому призывала. В принципе, мне кажется, что современные философы тоже к этому призывают, да. Вот, хотел бы добавить, даже если, например, с политической точки зрения, когда вот я читаю о том, что происходит в Евросоюзе, о том, что происходит в Беларуси, меня всегда интересует вывод, который будет сделан, потому что обычно вывод делается такой, что везде плохо, и на этом все останавливается. Но как раз вопрос же в том, чтобы везде было хорошо. И в этом смысле интересно, как разворачивается ситуация, будет, действительно, при Балтийских странах, там не только эта проблема есть, там, например, сейчас в Литве очень серьезная проблема с признанием польского меньшинства. Вы знаете, если взять там литовскую историю, то там литовский национализм опирался на, скажем так, борьбу с польским национализмом. А сейчас, недавно был Димарш в семье, когда часть депутатов, ориентируясь на какие-то польские лозунги, на идею там табличек с двумя языками, да, может быть, если кто-то там следит за литовскими сайтами, покинула литовский парламент. То есть, на самом деле, везде есть вот какого-то рода такие вещи, они часто исторические, потому что вот эти вот отношения, например, если почитать историю Литвы, которая выложена официально сейчас в интернете, это вот такой проект к председательству Литвы, то можно увидеть, как вот эта национальная история, национальные противоречия, совершенно невероятные вещи, как раз вот с момента институализации Литвы как государства в межвоенный период, вот прямиком каким-то образом через советский период, да, перетекают в каком-то смысле в сейчас. И, возможно, я даже думаю, по крайней мере, встречал такие тезисы о том, что как раз объединение с ЕС позволяет немножко снижать накалу этих национальных страстей все-таки по регионам. То есть, на самом деле, это интересная ситуация, как это будет разворачиваться, да, то есть, мне кажется, это интересный пример того, как, ну, это может разворачиваться. И, может быть, можно сделать еще вывод, вот, из того, что я говорила, ты сейчас говорила, что права человека позволяют эти противоречия и конфликты действительно фиксировать, выражать и как-то с ними по-разному работать. То есть, мне кажется... То есть, выходить, например, за рамки вот национального государства. Ну, да, да, ну и внутри страны тоже думать о том, да, какие принципы, на каких принципах должно базироваться наше общежитие, да, то есть, что-что должно лежать в основании. Вот. И выходит, ну, можно добавить еще, что права человека в таком философском смысле они укоренены в понятии достоинства, да, и вот эти вот практики самоуважения, уважения и признания, они являются таким философским фундаментом уже прав человека, который в конкретных правах, да, там, равенства, свободы, ну, и дальше по списку находят выражение, да. Но все это невозможно без реализации уважения человеческого достоинства, да, вот создания таких правил общежития или такого общежития, где было бы самоуважение, уважение и признание. То есть, вот, философы такую предлагают аргументацию, и при этом философы не хотят сказать, что вот уважение и достоинство – это какая-то метафизическая категория, да. Мне кажется, очень важно, что они говорят, что мы выходим в эту правовую сферу, да, мы должны в публичном пространстве говорить о правах, да, и политических правах, и социальных правах, что мы должны свои проблемы переводить в дискурс прав, да, прав человека. Наверное, было бы интересно вообще узнать в аудитории, обращается ли она к таким вещам, потому что она сейчас подумала о том, думаю ли я о том, что нарушаются мои права человека, когда работаю, работал там и так далее, коммуницировал. Ну, это на самом деле очень интересный момент, потому что если подумать о том, как они пришли в наш контекст, вот как, знаете, вот «Наследие Ханнарм», ее перевели, и поэтому это что-то внешнее, да, вот права человека, вот, объявили о них, да, и опять же, это что-то внешнее. Феминизм, конечно, тоже что-то внешнее. Вообще все внешнее, ужасно внешнее, а мы тут, в общем, какая-то такая интересная среда, где как-то все непонятно, откуда здесь что берется, а что от нас и так далее. И, я не знаю, вот аудитория… Не растут. Ну, то есть, если никто не… Мне тоже кажется, что это интересный момент с правами человека, потому что я, например, работая с юристами, в какой-то момент вдруг стала понимать, что нужно все время говорить, именно переходить от философского контекста прав человека, вот, допустим, если мы обнаружим дискриминацию, да, и начинать пытаться говорить с юристами об этом, потому что, как ни парадоксально, что действительно я полностью согласна, что все знают, что есть гипотетические права человека. Но когда идет исследование, и вдруг, ну, естественно, выявляется какая-то дискриминация, то оказывается, что ни юристы, ни та группа, которая, в принципе, изучалась, и которая действительно путем изучения мы видим, что дискриминация существует, не хотят идти практически в суд и защищать свои права. Следует-то, если не делать этот шаг, то закон, вот, он не работает, да, а люди под какими-то тоже интересными там предлогами, да, ну, понятно, что они не хотят бороться с системой, или они боятся от своего имени выступать, нужно сообщество, или нужны профсоюзы. Даже, хуже, если даже уже это как-то есть уже в самом законе, то есть уже не реализуются. Да, да, люди не хотят, потому что, опять же, вот это, во-первых, во-первых, на следе Советского Союза, да, когда все-таки там иначе все было устроено, а во-вторых, отсутствие вот этой практики апробации, про которую ты говоришь, да, и это очень интересный момент, потому что, на мой взгляд, вот сейчас работают юристы, и я постоянно говорю, да, а почему, а как, а юристы говорят, а мы не знаем, а вот мы с этой тематикой плохо знакомы, мы не знаем, как это в судах отрабатывать. Это юристы так говорят? Юристы так говорят. Они прекрасно знают все это, но ситуация совсем другая, они понимают, что это борись, не борись, и упрешься вот в такую железную стену, и еще и неприятности больше нет. Но, тем не менее, мне кажется, что если мы будем более, потому что я сейчас говорю с следовательской стороны, да, с другой стороны, никто не знает, что есть в судах, потому что вот эта практика, да, то есть я, например, когда стала интересоваться, знаю, что какие-то частичные случаи, и единичные случаи, они есть, как практика, да, именно, но вот Гулин, например, да, но это единичные случаи, которые мало попадают в публичность, и об этом мало действительно говорят, и поэтому эта тема, она как бы существует вот на философском уровне. Просто прекрасно на философском уровне, вот в Беларуси я, в общем-то, особо мало что читал. Да нет, да, мне кажется, что это на гуманитарном уровне этого нет. Как бы, допустим, работая в системе образования, с чем сталкивался? С тем, что, например, много-много лет назад правая ребенка, прекрасная идея, кто же против прав ребенка, спецкурс сделан там какой-то и так далее, но там содержание вот такого рефлексивного или какого-то нет. Это вот учится как стихотворение, которое надо заучить, не вдаваясь даже в содержание и так далее. То есть вот, ну, специфика есть определенная... С правой ребенка это очень, на самом деле, сложно, потому что агентство ООН не смогло запустить эту программу, потому что ее не одобрили как раз на Комитетство образования. Было две площадки, на которые они хотели попробовать оправировать эту систему, но само государство не дало на это разрешение. Поэтому здесь еще тоже вот эти моменты, как оно все может, ну, в общем-то, переходить с уровня, ну, вот, гипотетических прав на уровень вот этого действия, да, как оно может реализовываться. Вот само государство иногда, как бы, вот это внешние вот эти вещи, оно контролирует. Но в случае с Гулиным мы видим, что это, в принципе, очень хороший пример, когда действительно художник доказал свое право, ну, не быть вот жертвой системы. И мне кажется, вот, мало текстов об этом, да, вот, ну, то есть, только суть. Да, потому что я Миша тоже говорила, возьмите, вот, это нужно сделать документацию, сделать выставку документации того, вот, что я выиграл этот процесс, как художник, чтобы были примеры, на которые там другое, другие могут опираться и разделять этот опыт. Да, мне тоже кажется, что артистические практики тут очень важны, и театр, да, это тема, которая в театральном пространстве может подниматься. Но возвращаясь к вопросу, насколько в гуманитарном дискурсе, там, и в философии поднимается этот вопрос, на мой взгляд, не поднимается. То есть человек понимается до сих пор как какое-то, ну, я не знаю, или там духовное существо, или биологическое. Да, природа человека, в то время как в этой концепции, то есть Ханна Арин представляет концепцию, где человеческое действие, человек действующее существо, да, он возможен в реализации, и эта реализация невозможна без кодификации, да, без перевода в правила, в нормы, да, и это ведет нас и к правам человека, и к публичному пространству. Мне кажется, что на философском уровне должно быть изменение, переосмысление человека, как вот такого действующего существа, а действие коррелирует с правом, да, и пока вот, ну, то есть это один из элементов, понятно, что нужно и конкретные права обсуждать, но то, что вот эта вот модель должна быть и моделью в гуманитарном познании, да, это совершенно необходимо, то есть необходимо переосмысление человека, да, этого социального мира и политического, то есть моя мысль была в этом, да, и получается, что современные философские дискуссии дают для этого много материала, да, они сложным образом это описывают, и Ханна Арин дает много материала, и современные философы тоже видят, что в этом понятии заложен потенциал, да, что все не так просто, да, вот есть какие-то противоречия, с которыми нужно дальше работать. Там вот вопрос был? Пожалуйста. Я советую продолжение суда, потому что можно привести к вспомнить другой суд, и Оли Логвинова, и Логвинова, когда есть суд, с Улиным можно было заметить какое-то уважение со стороны суда, тем, кто пришел к тому суде Логвинова, это, ну, лично я испытала такой эстетический шок, потому что это было непонятно, что это был за суд, и все, кто присутствовал, ведь это тоже не обсуждалось, те, кто пришли, мы приняли правила этой игры, этого другого суда, хотя бы было тотальное просто, ну, и уважение даже мягкое слово к тем, кто происходил в Миккорбе. А это как раз телесные практики, начиная с опыскового входа, про построение в коридоре, то есть там просто все этапы, можно сказать, просто иллюстируют. Да, 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 и это тоже никто не описывает и не анализирует, и второй момент я хотела сказать, что с тем, кто в Беларусь работает, мне кажется, изнутри ситуация, возможно, возникает, то есть люди приходят по какому-то сознанию права, это можно проследить по тому количеству пятиц, которые начали подписываться в интернете, другое дело, вот, как показали, история с медиками, когда вдруг, ну, люди не знали, как это функционирует, и только вот медики обнаружили, что пятица в интернете не работает, и они остановили, начали собирать подписи, как бы. При этом еще, что интересный момент, это делали люди профессии, если их уголят, у нас тут вообще проблема, поэтому они оказались в каком-то выгодном положении, например, по сравнению с учителя. Да, да. Ну, то есть я имею в виду, такая сложная Беларусь корея. Да, но мне кажется, что если в интернете как бы свобода, на тот период, когда люди писали, подписывали, куча пятица, она функционировала, но только дело зашло до бумаги, которые как бы имеют какую-то юридическую силу, я не знаю, как там с Лейтсками было, но, например, Саха Кошлина, и мы не узнаем, что закончилось, там все, что есть попытки, собрать отпись его с Говорова. Поэтому тоже это как-то так функционирует, это игра получается, то есть вроде бы решаем, какое-то, какого-то дела находит, но люди уже хотят это делать. Ну вот, согласно логике этих авторов, которые я приводила, нужно просто изобретать эти новые формы, того, как можно между этой голой жизнью, в которой мы оказываемся бесправной, и власти, которая хочет в нас внедряться, создать пространство свое собственное. Пожалуйста, вопросы еще по лекции. Меня очень заинтересовала тема самоуважения, вообще это понятие. Я хотела спросить, вот как у Ален это описывается, потому что, если мы исходим из статиста, что человек не является, что человека нет сущности, но есть осуществление, то самоуважение, получается, это тоже что-то, что не является как данность, и давно осуществляться. И в этом смысле, должен ли человек оставаться один на один с собой, осуществляя самоуважение, или это тоже публичный феномен, который должен воспитываться, практиковаться специальным образом, там, кодифицироваться, нормализироваться и как-то обсуждаться. Вообще самоуважение как оно конструировано? Ну, это хороший вопрос. Выходит, что действительно оно должно конструироваться. То есть в обществе тоже должны быть примеры самоуважения. И понятно, что я как-то разделила там эти моменты, это признание, уважение, самоуважение, но на самом деле они работают вместе, и это самоуважение тоже где-то есть в горизонт других, да, в этом самоуважении. Но выходит, что если взаимное уважение, это акцентуация на других, то самоуважение в горизонте других, акцент на саму себя. И получается, согласно Арендт, это понимание действия как многогранного, чтобы действие происходило по моей собственной инициативе, чтобы я была источником действия, должны быть эти элементы, да, взаимное уважение, уважение себя, признание себя в качестве возможной начать что-то новое, да. Нужна быть, ну это уверенность в себе что ли, да, какая-то вот уверенность, которая, если мы поместим опять в этот контекст самоуважения, не должна устранять других, да, то есть тут все эти элементы должны взаимодействовать. И получается, по Арендт, третий элемент, есть еще правовое измерение, да, то есть есть правила, в котором мы находимся. А, и Арендт еще писала, что на самом деле созданием декларации прав человека там было заложено, что эти правила можно менять, да, общественные. А потом как раз это, когда нация стала выше закона, то возник вопрос, как мы вообще можем управлять, да, этой правовой системой. Вот, и если мы, все-таки есть, да, какая-то, какие-то кодифицированные нормы, но мы исходим из того, что мы главные акторы, да, то мы находимся в такой тройной, да, перспективе, где мы уверены в себе, но есть другие, мы должны их учитывать, и есть еще установленный порядок, но мы можем его поменять, но для этого нужно, опять же, мы возвращаемся, да, ты мой уважать себя и уважать других. Вот, ну и на мой взгляд, это тоже должно находить, конечно, выражение в практиках, я не знаю, ну, прежде всего, визуальная культура приходит к выводу, но и, конечно, образовательных, воспитательных практиках. И вот Эрнст Тугенхад говорит, что вообще мы это, у него, он спорит с Хапермасом, разводит на ранние права, Хапермас считает, что они взаимосвязаны, они обязательно взаимосвязаны их рассматривают, а Тугенхад говорит, что, вот если мы в Кенезис там посмотрим, как ребенок развивается, то уже на очень там ранних ступенях мы видим, как он хочет быть самостоятельным, да, без помощи родителей что-то делать. Вот, и точно так же, он говорит, пожилые люди, то есть они хотят, пока они могут, они хотят быть самостоятельными, да, они хотят этой помощи. И вот это тоже эти практики того, как мы, как мы можем помогать другим людям, не ущемляя, да, это самоуважение. Уже тут пилосы по-разному интерпретируют, но, на мой взгляд, это должно в культуре, в обществе находить образцы, конечно же. А вы тоже согласны с тем, что у человека нет сущности, а есть только существование и действия? Да, я согласна, что у человека нет сущности. А я, простите, абсолютно не согласен. Когда философ говорит такое, он перестает быть философом. Да, это совершенно, совершенно и есть. Голосовать, кто за сущность, кто за существование. Это внесет, как эта сцену диссенс. Человек – это вообще пустое место. На самом деле, меня даже не раз вопрос интересует, а как раз вот, вы говорили об антологическом обосновании, то есть как раз в белорусском контексте это очень важная вещь, да, потому что речь идет о том, вот о чем мы сейчас говорим, очень множество, множество идеологических споров и политических, которые упираются в вещи, которые уже не являются метафизическими, да, вот типа права человека и так далее. Как раз, как добиться какого-то вот социального согласия, да, все-таки, то есть как прийти к тому, чтобы была какая-то минимальная основа для дальнейшего переговорного процесса. Вот это, мне кажется, такой процесс. Да, еще тут есть такой маленький момент, я вот там тексты описываю, но я, понятно, немного рассказывала, что, в общем-то, вот эти вот модерные общества, когда появились, да, в конце 18 века декларации прав человека, то они как раз исходили из того, что права человека, или они выражали ситуацию, что люди уже не могли полагаться на церковь, да, на там социальную, на свою социальную группу, что она уже не способна была обеспечивать права человека, да, и необходимы какие-то новые механизмы, да, это государство или международное право, и в Беларуси мы видим, как мы пытаемся схватиться за что-то, да, церковь, да, какой-то концепт нации, вот что-то твердое, что нам эти права обеспечит. Ну, Ханна Адин говорит, что это тупик, да, нам необходимо думать, как, какая модель сообщества сегодня отвечает сегодняшнему дню, чтобы самые разные группы, верующие, неверующие, церковь может быть хороша для верующих, но для неверующих нет, то есть каким образом, что касается прав человека, эта категория позволяет связать самые разные группы, мы должны думать о той модели сообщества, которая позволит, да, обеспечить права всех этих групп. Если у человека нет сущности, то откуда берется его стремление к правам, к защите его прав? Ну, давайте немножко... С неба падает от Бога? Или... Давайте немножко поразмышлять, да, по поводу этой сущности человека. То есть у Ханна Адин такой аргумент, что если есть сущность человека, то ее можно устранить, и мы придем к нечеловеку, да, то есть невозможно в человеке устранить... То есть как бы мы там что ни устраняли, да, человек будет оставаться человеком. Даже когда мы видим вот этого мусульманина, который уже больше не может о себе заботиться, и который, ну вот он в концентрационных лагерях, это те люди, которые, ну вот через пять минут они будут уничтожены, да. Что тогда у нас остается? Человек есть вот это вот осуществление. Человек, ну человек есть Икс, да, человек есть, да, и он получает эту конкретизацию, самые разные конкретизации, есть какие-то границы у этого Икс. Ханна Адин говорила вместо сущности человека об условиях человеческого существования, и называла их, что человек рождается, человек умирает, человек существует рядом с другими людьми, человек в теле, вот, и говорила о том, что, несмотря на то, что вроде это условия, они нас формируют, ну посмотрите, в разных культурах и обществах по-разному определяются эти понятия, да, то есть, ну, разный человек, вот, и, ну, вот эта потенциальность, что человек, то, что человек является этим таким потенциальностью, которая затем может по-разному воплотиться, то есть, говорим ли мы тут, является ли эта потенциальность сущностью? То есть, критика понятия сущности была связана с тем, что сущность инструментализирует сразу человека, да, мы распоряжаемся ею, да, мы не замечаем, как нами начинают распоряжаться, мы подчиняем человека, да, каким-то другим сущностям, вот, а мы должны работать с этой бесконечностью человека и анализировать все условия, в которых человек сводится до мусульманина, да, не позволять тому, чтобы эти условия возникали, да, думать о тех условиях, которые будут противостоять, могут сегодня противостоять, да, превращению человека, и таким инструментом является сегодня права человека, и таким инструментом сегодня является понимание человека, как действующего существа, которое, действующее существо не просто там какая-то метафизическая сущность, а вот реализующиеся среды других людей, это связано с нормами и так далее. Прежде всего, большое спасибо, я второй день с большим интересом слушаю, участвую. Ну, на сегодня я хотела бы вот, ну, и к философам, и к Алексею тоже адресовать просьбу прокомментировать следующую ситуацию с правами человека. Допустим, для объединенной Европы права человека — это, ну, фундаментальный принцип, то есть никто не рискнет, по всякому случаю, в публичном как-то это все оспаривать, да. С другой стороны, глобализация, то есть тоже для всех понятна абсолютная данность на сегодня. И то, в чем я вижу, как бы, вот именно напряжение, свидетелями которого мы все являемся, и что, в принципе, очень интересно, это то, что для объединенной Европы, например, права человека — да, фундаментальный принцип, но при этом они не экстраполируют этот фундаментальный принцип, скажем, во внешнеэкономические отношения. И это приводит, на мой взгляд, и способно потенциально привести в будущем просто, ну, к углублению вот этого вот конфликта и вообще к неизвестным последствиям. И мне кажется, философы должны заявить о себе в Европе более громко, потому что необходимо ли, необходимо ли, это уже вопрос, унифицировать неким образом, ну, как-то синхронизировать вместе с глобализацией, например, также и политическое, личное пространство. И необходимо ли поставить во главу международных отношений тоже права человека. И я прошу это прокомментировать на ситуации с Sunrise. Мы все были свидетелями, и весь мир, как бы, ну, экологи-экологи. Да, но это же, в общем-то, не Европа виновата в том, что... Нет, Европа не виновата, но Европа, тем не менее, как бы всегда находится в отношениях и с Россией, и с другими странами, и с Ближним Востоком, там, где, допустим, права человека. То есть где-то совсем, может быть, по-другому трактуется, имеет или не имеет значения. То есть существуют, ну, скажем, многосторонние связи экономические, политические, человеческие, социальные. При этом в России, для России, для Белоруссии, я об этом слышала здесь тоже, права человека. То есть и в том, как видела Ханна Айрин, тоже вчера звучало то, что она, ну, в некой степени, может быть, была предтечей вот этой глобализации. То есть она больше уделяла внимания просто, ну, человеческому, чем своей принадлежности к еврейству, да, например. Вот. То есть вот в этом ключе... Я просто, ну, как бы, знаю, что многие страны, представители там были, по-моему, 30 стран. То есть мне кажется, этот конфликт, может быть, отчасти возник потому, что для Европы права человека – это одно. То есть право эколога, например, заявить о том, что нужно как бы беречь природу, ну, это я очень не прощаю, да, для них это без спорта, ну, в России их все как бы обменили, например, в том, что они пираты. То есть, на мой взгляд, проблема в том, что права человека в России – это одно, не считая возможным, а, допустим, для Европы – это другое. При этом, как бы, всегда во главу угла, и вот мысли уже вернуться к Беларуси, для нашего государства тоже, повышение уровня жизни, экономические связи. Вот отношения Беларуси-НИПА, то, что говорят наши представители, они говорят, давайте будем говорить об экономике. То есть все остальное спорно мы будем говорить об экономике. То есть это, возможно, отчасти тайна. То есть, но, то есть, возможно, не может ли себе позволить, в том числе Европа, выносить за скобки права человека до такой степени? Применительно в связи с другими странами. Да, то, что с другими, именно с другими. Ну, спасибо большое. И то же самое, еще немножко в этом же ключе. Вот это вот, о, Ханя Алин, да, публичное пространство. Глобализация, интернет, где это пространство, да? У Беларуси уход в себя, уход, так скажем, внутренний. Тут у вас, ну, любые дела, да, ну, как бы у меня своя жизнь, то есть, как бы, человек сам себя лишает вот этого публичного ягода. Но, например, это геймер, да? Например, он вообще не знает, возможно, кто президент в Беларуси. Он приходит, он играется там в Австралии, там в Новая Зеландия, США, Польша. В общем, играю в миллион человек, например, в танки. Это публичное или он в личном? Он сидит у себя дома на крыше. То есть, куда смещается пространство, что делать с правами, то есть, и насколько это важно. Да, да. Ты гигантский. Ну, мы что-то попробуем прокомментировать. Ну, во-первых, что касается правового источника прав человека сегодня, то это всеобщая декларация прав человека 1948 года, которая подписана странами, которые входят в Организацию Объединенных Наций. То есть, это не европейский документ, да? То есть, это сколько стран ратифицировали, Беларусь в том числе, всеобщая декларация прав человека. Вот. Вопрос, как она работает, да? Насколько этот документ является значимым. Действительно, я об этом говорила, да? С этим трудностями. Мы на суде Логвинова тоже, юрист говорил о том, что есть противоречия, да? И, по-моему, даже белорусской конституции, того, что вы сейчас здесь делаете, не говоря уже там о каких-то международных документах. Вот. Ну, с нашей стороны мы можем, ну, что, настаивать и отстаивать, да, на правах. Что касается европейских стран, и тех стран, которые могут влиять, ну, по этому поводу ведь тоже большие дискуссии, да, насколько могут европейские страны, да, или там Америка, это же тоже сегодняшние дискуссии, участвовать, да, в разрешении проблем, которые связаны с нарушением прав человека в других странах. Ну, вот, один из исследователей, немецких, говорит о том, что вот эти споры, к примеру, о культурных различиях, да, и там о проблемах с правами женщин в арабских странах, вот аргументация такая, что на самом деле сегодня на земном шаре сложно уже найти страны, которая бы не признавала прав человека. Ну, что в странах происходит? Они начинают говорить, что да, есть права человека, ну, давайте вот в этом пункте сделаем исключение. И на чем можно настаивать, да, на том, что права человека универсальны, и исключений быть не должно, да, и по меньшей мере об этом нужно заявлять, и в принципе об этом заявляют, да, на том или ином уровне интеллектуалы, от интеллектуалов до политиков, но это все, конечно, да, вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. И проблема в том, что эти культурные практики, они ведь и в европейское пространство проникают, начинают там менять жизнь, и насколько можно, насколько могут, должны согласовываться, да, эти практики друг с другом. Но как раз права человека позволяют видеть, да, или говорить, что да, универсальность, не может быть здесь исключений, да, поэтому эта практика, этой практики, эта практика недопустима. Вот. Что касается, ну, то есть это во многом риторический вопрос. Нужна активность, да, но эта активность сопряжена, конечно же, с историей международных отношений, с тем, что сегодня на политической сфере происходит, соотношениями, не знаю, политики, экономики, вот. Но мы переводили как-то текст Баумана, уже достаточно давно, да, где он говорил, что сегодня, центральным является вопрос, вот, об этой такой реполитизации, о том, что международная политика должна, ну, или, так, экономика, транснациональная экономика, ее правила не должны подчинять себе политику, да, сегодня нужен новый Маркс, который бы, Бауман в этом тексте писал, который бы сформулировал, да, новую эту связку политики и экономики в этих новых условиях. Вот, и публичное пространство, какую роль тут играет, ну, сегодня очень много философов, и, Нэнси Фрейзер, есть текст, да, в интернете на английском языке по поводу транснациональной тоже публичности, и общей европейской публичности, вот, и много проблем, конечно, как эту, как эту публичность поддерживать, вот, и много же и концепций сегодня публичности, мы просто говорили об этих нормативных принципах, да, что публичность предполагает, что это открытое пространство, где люди на равных взаимодействуют, и где люди поддерживают саму идею этого, самое главное, да, поддерживать само это пространство, да, с надеждой на то, что сообща мы можем решать, только сообща мы можем решать проблемы, да, какие бы они ни были, если мы поддерживаем это общее пространство и на равных взаимодействуем, тогда нам удастся решить все проблемы. Тогда вопрос, как нам это пространство создавать, в каких оно формах сегодня возможно, насколько оно возможно в интернете. Но если мы возьмем там мальчика, который играет в компьютерную игру, ну это, конечно, не публичная пространство, потому что оно не открытое, любой не может в него зайти и участвовать. В нем есть локальные правила, в нем есть локальные интересы, нужно достичь, решить какую-то проблему. Публичное пространство не для решения конкретных проблем, существует ради него самого. Хорошо, это не мальчик, это программист. Он работает в ЕПАМе на Соединенные Штаты Америки. Где его публичное пространство? Он получает там деньги. Он, если что, может, уехать в Украину. А его физическое дело в рамках публичного сидит дома на кухне. Где публичное пространство? Еще один вопрос. Одно такое замечание интересное. Я просто был как-то на конференции, связанной как раз с интернетом и публичным пространством. После того, сайта, и поэтому редактор присутствовал. И там, в общем-то, выяснили, даже анализируя то, что должно быть в публичном пространстве в интернете, оно так не работает. Например, протестное сообщество в белорусских социальных сетях. В них происходит, в общем-то, что к протесту или к социальной критике или еще к чему-то вообще не имеет отношения, а выглядит как рамка протестного сообщества. Так что, на самом деле, тут это очень сложный момент, вот как вычленить вот этот момент, где человек перестает, где он из сферы предполитического, наверное, перемещается в сферу политического. Что касается программистов, то, конечно, у нас была такая статья, которая собрала очень большое количество просмотров, нужны ли белорусскому программисту европейские ценности. Где как раз изначальный тезис был о том, что сидят люди, которые, в общем-то, возможно, и получают деньги, зарабатывают и относятся к среднему классу по белорусским меркам, но при этом совершенно ни на что не ориентированы, что происходит в стране и так далее. Но, в общем-то, я думаю, что это даже дело времени. Это, кстати, вызвало огромную критику самих программистов. Они стали доказывать... Ну, это возможно, что они станут политически активными? Как интернет может быть публичным пространством, но не является им по определению. Возможно, экономическая конъюнктура изменится. И, кстати, вот сейчас же пишут, буквально недавно была статья о том, что в основном занимаются не разработкой программного, а обеспечением такого оригинального, а просто работают на какие-то фирмы. Если изменится конъюнктура, то отрасль может начнет проседать, изменится, ну, и взгляды политические, может быть, тоже. Но я бы хотел еще вернуться к политике Евросоюза и сказать, что и к политике Беларусь. И сказать, что, наверное, мы не имеем никогда дела ни с чисто ценностной политикой, ни с чистой реал-политикой. Всегда есть какие-то комбинации. То есть даже когда Беларусь наставит на чем-то очень экономическом, на самом деле просит признания, еще чего-то и так далее. Тут вопрос просто в балансе и в том, что, например, нельзя выбрасывать ценности. Это такой вот базовый момент. Если уже какая-то фундаментальная ценность есть, возможно, это будет что-то менять. Мне кажется, это тоже такой важный момент, что, по крайней мере, что-то присутствует уже как что-то определенное. То есть какие-то правила игры задаются. Этот баланс, вот это сочетание ценностей и реал-политикой мы же наблюдаем. Как это вот постоянно происходит. Вот просто на самом деле неизвестно, куда оно дальше. То есть большинство критических вещей и паники связано с тем, что мы же не знаем будущее. И поэтому, то есть, как оно будет? Мне кажется, что в социальных сетях тоже такой интересный момент, потому что на самом деле есть, когда нечто случается. И вот не факт самого по себе существования комьюнити протестного в социальных сетях, а как способ быстрого реагирования. То есть, опять же, это немножко иная конфигурация. То есть это не то, что в интернете есть некая публичная, альтернативная публичность, а именно оно актуализируется тогда, когда на самом деле в той публичности происходит некое событие, которое позволяет людям быстро узнавать какую-то информацию. И опять же, если мы посмотрим вот эти все протесты современного времени, они как раз-таки собирают огромное или, как скажем, рекрутируют огромное количество людей благодаря наличию сетей. И именно поэтому люди быстро могут пойти в публичность, реагировать на что-то. И это как раз-таки потенциал вот этого интернет-комьюнити, но не само по себе. Но возвращаясь к тому, что я говорила, все равно, без того, что мы научимся доверительно друг к другу относиться, вот это уважение в коммуникации, и самоуважение будет уважение и признание, без этих элементов никакое публичное пространство не состоится. Это тоже должно практиковаться, этому нужно учиться, и, возможно, не только в публичных пространствах, да, это может, можно учиться этому и в других способах коммуникации и взаимодействия, вот, чтобы затем это стало, чтобы стало возможным в рамках публичного пространства. Вопросы есть еще? Пожалуйста. Вопросы есть еще? 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 Другое питание тут возникает в том, что правы, как юридическая категория, они универсализуются. Усем кажется, что вы должны иметь правы человека, абстрактные правы, абстрактного человека. Где бы ты не жил, у тебя есть правы, и ты являешься человеком. Причем дается критерий, по которым вызначаются правы человека, их якость. Это публичность. Ну, причем, вот хана Армька, она заявляла, вот сегодня нет бога, религии, моральных, каштовности у каких-то. А что? Нет, каштовность есть. Нет, он не есть, институтом. Выбачайте. Вот церква, например, вот характерная такая рыса. Может, она вот, надзвычайная ситуация для правого человека, потому что монастырь, вот эта публичная сфера, это не публичная. Пытание. Монах, он свободный или не свободный? Пытание. И самое главное. А он на это отвечал, что нет, не монах, не монастырь, не свободный. Вот. И ты повинен монах позбавиться от своей церквы, как института, как стать свободным, как отремать это право человека. Тимая права человек сам отморится от права права у человека. Слушайте, ну на этот вопрос отвечал бы и Мануил Кат еще, в ответ на вопрос, что есть такое просвещение. Он говорил, что есть частное и публичное применение разума. Как монах вы следуете правилам, которые есть в монастыре, но как человек, который понимает, что церковь должна развиваться, потому что общество меняется, он выходит за пределы церкви и перед всей критической публикой обсуждает ее устройство. И в принципе, вот эта идея, что есть две ипостаси, вот то, все, что я рассказывала, это отвечает идее, что есть двойственность, да, и в человеке есть раскол, и в правах человека есть противоречия. То есть мы просто должны каждый раз думать, как эту двойственность разрешать. У меня проблема в том, что такая подвоенность не веду института церкви изнутри, потому что церковь окажет не про подвоенность. Ну почему? Не уничтожайте, церковь меняется. Почему? Если мы уничтожаем, то будем разрушивать. А конечно, церкви уже не было. За тысячи лет не изменилось ни на ютку. Ну как? Нет, а свободно. Я не знаю, о чем говорим. Более того же есть. Текстов, о чем спрашивали на исповеди. Да, конечно, церковь меняется. Вот надо просто берутся. Я думаю, что, например, для человека православного, ты кто, глубокий православный, его головной задачей жильца является обожение. Обожение. Ничего, понимая, судьбольно-то, с, например, с публичностью. И оно может, как публично проходит, так и приватно. И тут принимают задачу для человека, и на это смены вокруг себя. Спасибо большое. Но тогда этот человек не влияет на общественный порядок. И политически он живет в своем замкнутом мире. Но в этой логике, в которой я размышляю, Хан Арен говорит, что этот человек не состоится как человек. Ну, окей, а верующий говорит, нет, а я существую в этом небольшом пространстве. Но, на мой взгляд, все-таки это проблематично, потому что нужно участвовать в установлении правил, потому что это все-таки церковь, институт, которая место в обществе занимает. Если мы просто так там замкнемся, то действительно общество изменится. Прихожан не будет, потому что люди уже по-другому себя мыслят, да и мир мыслят. А самое главное, свобода совести и то же право каждого человека. А что касается первого вопроса насчет обеспечения прав в чрезвычайном положении, то есть... Там же институты права сами по себе не действуют. Ну да, ну то есть это как раз, когда концлагелях Анна Арен анализирует, да? Война, чрезвычайная... Война, чрезвычайная... Преостановка, это же одна из книг Агамбина называет это чрезвычайное положение, преостановка права. Но у Агамбина идея, что из этой ситуации нужно выходить, потому что чрезвычайное положение это исключение, мы должны это понимать, да, и мы должны тоже понимать, как этой ситуацией мы можем управлять, да, что это... То есть мы не должны говорить так, что можно развести нашу жизнь и право, да? Они на самом деле связаны. Те, кто там отстаивает чрезвычайное положение, они как раз их разводят и говорят, что сейчас можно всё, да? А на самом деле есть эта взаимосвязь, нам нужно выйти из чрезвычайного положения, вернувшись, да, к этой системе. Тот, кто отрицает права человека, тоже хочет, чтобы его права были как-то защищены. Так вот, я спрашиваю, есть ли такие фигуры? Я могу ответить на этот вопрос. А вы можете... То есть есть ли для меня такие фигуры? Нет, вот вы говорите, мы должны научиться, мы должны выходить в пространство, влечь нам, мы должны порть, порть, себя поднапрячь, так и так далее. Но всегда, как бы примерами были, некие духовные лидеры в этом деле. Есть ли сейчас в мире такие лидеры? Как вы считаете? Ну, для меня вопрос, нужно ли мне вот сейчас соглашаться с вами, что нужны обязательно такие лидеры? Мы нужны друг другу. Это понятно, но у нас нет решений этих вопросов. Нет, и даже идей никаких нет. Почему у нас нет? У нас нет идей. Почему? Нет, решение никаких вопросов. Нет, никак не нет. Куча исследований, есть куча идей, но просто работают. Ну, практически это не работает. Нет, ну почему не работает? Мы же вот назвали несколько судов было. Вот я, например, сейчас тоже коллективный иск по поводу... Но это не только юридическая грамотность, которую у нас запутали. Нет, ну это не только юридическая, это социальная, конечно. Советском обществе и сталинизм завершился. Слава Богу, началась новая эпоха. Потом было разговаривание Союза. Изменения есть. Вы, Мария, вы, страны на пороге наших колоссальных экологических подростков, борьбы вообще с мусульманским миром, Я не думаю, что мы с мусульманским миром. Мне не кажется, что мусульманский мир – это что-то такое вот... А тем не менее, может быть война. Очень даже может быть. Это невероятно. Понимаете? И вы, значит, сейчас пытаемся, как ничего-то такое. И вы считаете, что через обращение к учителям можно найти... Значит, должны быть лидеры общественного мнения. Понимаете? Совершенность людей, новых слов, и новых понятий нет. Ну, я не согласна. Я, может быть, извините, отвечу на ваш вопрос. Может быть, мой ответ вам понравится. Вот у нас закончился 2013 год, и очень много разных изданий подводили итоги года, называя «Людей года». Вы знаете, я читаю такой американский журнал «Тайм», я подписана на него, и вот новогодний номер, он был целиком посвящен этому вопросу. Кого мы можем назвать даже не одним человеком года, а, ну, как бы там выбрали группу людей, которые могут претендовать на этот статус. Я с большим удовольствием читала этот главный, потому что, вы знаете, что было самое интересное. Под каждым из них можно было поставить знак вопроса. И всегда есть, например, фигура Асанжи, да? Ведь он пытался защитить право человека. Ну, вы видите, не было, что человек, который просто, как говорится, щелочку, сделает дырочку. На том, чтобы мы были защищены от слежки. И здесь очень большой вопрос. Это пример для нас, то, что он сделал, это пример или не пример? Который, как бы, извините, это фигура амбивалентная. Амбивалентная? Абсолютно. Но я хочу... С моей стороны он предатель. Ну, я поэтому и говорю, что... Давайте асанжи не обсуждать. Каждая такая фигура задает этот вопрос, кого мы выбираем, для кого мы выбираем. Кого мы выбираем. Я просто хочу сказать, моя позиция заключается в том, это следует от моего доклада, что вопрос о самоуважении, уважении, признании, вопрос о правах человека важнее, чем вопрос о лидерах. Я могу вам назвать лидеров, но я считаю, что это не самый важный вопрос. Можете ли у нас найти ячественного человека, который бы мог показать нам, она решается в повседневности. Мы различаем, есть практики, где есть уважительные отношения, и есть практики, где их нет. Нам для этого не нужны никакие проводники. То есть мы находимся здесь на земле, коммуницируем все время и говорим, вот удавшаяся ситуация, будем на нее ориентироваться, а вот неудавшаяся ситуация. Нет, ничего подобного, я действующий человек, я с публичностью работаю сколько времени. Очень хорошо. Значит, на самом деле, если мы говорим о европейских ценностях, да, о ценностях, которые существуют в России, о ценностях, которые существуют в Беларуси, это вообще разные как бы дела, да, о тех, которые существуют в мусульманской, ну, пересекающих. Пересекающихся, все. Какой, пересекающихся, не знаю. Есть, есть такие, которые не пересекающихся. Бывает, альтернативно. Понимаете, вы не можете так говорить. Уже, ну, как бы, нету же Махатмы Ганди, нету, значит, каких-то вот таких фигур, да. Это ваша позиция, что вы в Беларуси? Моя позиция, что вы в Беларуси? Нет, каждый человек, как раз, на бытовом уровне, как-то это все решает для себя, да. Понятно, что мы все живем, ездим в автобусе, там, и так далее. Понимаете? Подождите, но мы как раз говорили, что недостаточно мы бы того уровня решать. Совершенно. Но эти проблемы должны быть предметом театральных постановок, выставок, что это должно в университетах обсуждаться. Но дело не в лидерах, а дело, как мы будем эти принципы описывать, как мы будем понимать человека, как мы будем понимать общество, как мы будем понимать права человека и связь всех этих понятий. Было это по-корейски Иоанн Павел II. Понимаете? И это объясняло все. Это спасение от всего. Ну, по крайней мере, для очень большого количества жителей Земли, это была фигура, которая не знала этого, чтобы послать. А сейчас вам не нравится пополиться? А мне кажется, что в этой идее, что есть духовные лидеры, с которыми мы можем связать разрешение проблемы, которые воплощают разрешение проблем, связаны не меньше опасностей, чем выхода. И что делать? Извините, духовные, нравственные лидеры. И сообщество. Ну что, может мы как-то... Я, конечно, очень рада, что у нас связалась такая дискуссия. Спасибо большое. Давайте поблагодарим сами себя за то, что мы пришли. Спасибо всем большое. Спасибо.